Мы живём в маленьком провинциальном городе. Но, несмотря на это, в Манчегорске есть много возможностей проявить свои таланты, с пользой для себя и окружающих проводить своё свободное время. Пример тому – манчегорцы, участники библиотечной онлайн-беседы «Живи ярче!». В гостях у библиотеки Иоланта Евгеньевна Осова, педагог объединения фитнес-аэробика Центра развития творчества детей и юношества «Полярис». Иоланта Евгеньевна, продолжите, пожалуйста, фразу «фитнес-аэробика» – это… Фитнес-аэробика – это вид спорта, официально зарегистрирован во Всероссийском приезде видов спорта. Наш вид спорта молодой, завоевая популярность среди молодёжи, он массовый, эстетичный, зрелищный, командный вид спорта. Фитнес-аэробика – это органичное сочетание спорта и искусства, единство движения и музыки. В соревновательной комбинации отличаются быстрым темпом, быстрой сменой положения тела в пространстве и различных позиций. В своём объединении мы развиваем три направления – классическая аэробика, степ-аэробика и хип-коп-аэробика. Дети себя пробуют в разных направлениях, им нравится, интересно. Также у нас по направлениям есть свои результаты, которыми мы очень гордимся. С какого возраста можно заниматься фитнес-аэробикой? Фитнес-аэробикой можно заниматься с пяти лет, если у ребёнка основная группа здоровья. Каких результатов добился Ваш коллектив? Наш коллектив участвует не только в соревнованиях, но и в различных хореографических конкурсах. На протяжении 20 лет у нас есть победы и на всероссийских соревнованиях, областных, региональных, городских, международных конкурсах. Дети неоднократно становились лауреатами, также есть результаты такие, как гранд-при. Девочки успешно выступили на региональных соревнованиях, тем самым дав себе шанс попробовать свои силы на чемпионате России. Если бы не сложившаяся ситуация, мы бы в апреле 2020 года посетили бы эти соревнования. Но я думаю, что всё ещё впереди, и у нас будет шанс попытаться попытать свои силы. Иоланта Евгеньевна, большое спасибо за ответы, за информацию о таком красивом виде спорта, как фитнес-аэробика. Желаем новых побед и успехов Вашему объединению. Спасибо за пожелания и приглашение. Учащиеся объединения Алена Крюшенкова и Виктория Волкова также ответили на несколько вопросов. С какого возраста Вы занимаетесь фитнес-аэробикой? Я занимаюсь в шести лет. Я занимаюсь в пяти лет. Почему Вы выбрали именно этот вид спорта? Я ходила с мамой на работу, она тренер, и я всегда хотела танцевать так же, как и её девочки. У меня ещё в садике позвала подруга, и я решила записаться в этот фитнес-аэробикой. Трудно выступать в паре? Нет, не сложно. Ты можешь парочувствовать своего на парке кататься. Нет, не сложно. Мы хорошо репетируем. В чём Вам интереснее участвовать? В соревнованиях или в хореографических конкурсах? В соревнованиях. Интересно и там, и там ты можешь почувствовать и узнать другой опыт других. В каких городах Вы уже выступали? В Питере, Ярославле, Петрозаводске, Апатиты, Мурманск, Североморск, Меджигорьск. На Ваших выступлениях присутствуют одноклассники? На концертах присутствует, смотря какая тематика концерта. Как Вы поддерживаете спортивную форму? Правильно питаемся и дополнительно занимаемся. Упорно тренируемся каждый день. Остаётся ли время на другие занятия и увлечения? Нет. Да, остаются, но не всегда. Если есть дополнительная тренировка и она долго длится, то может не остаться. Да. 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 В прошлом году отметила свой юбилей Мачугурска. Это спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту. Мы беседуем с Валентиной Ивановной Абаевой, инструктором-методистом спортивной школы. Здравствуйте. Здравствуйте. Валентина Ивановна, с какого возраста можно заниматься в спортивной школе? Какие есть ограничения? В нашу школу принимаются дети от 8 лет и старше. Ограничение одно единственное. Должна быть справка от врача с основной группой здоровья. Естественно, согласие родителей и правильно заполненные документы. Где тренируются начинающие? Ну, основную работу с начинающими мы стараемся вести в городском парке, потому что это в центре города, это удобно родителям, это доступная среда для детей, не нужно долго добираться до горы. И опять же, маленькая горка и безопасный подъемник. Школа обеспечивает спортивным инвентарем или его должны покупать родители? Всех спортсменов спортивным инвентарем мы обеспечиваем. От родителей только требуются горнолыжные очки и спортивная одежда. Где проводятся тренировки летом и осенью, когда нет снега? В межсезонье у нас очень интересная подготовка. Дети катаются на роликах, играют в футбол, ходят, занимаются плаванием. В Нурманске у нас есть отделение, там есть специальный горнолыжный тренажер, на котором дети оттачивают горнолыжную технику в межсезонье. Особенно дети у нас любят роликовые коньки, потому что это интересно, модно и очень помогает быстро перестроиться с одной работы на другую, что позволяет показывать высокий спортивный результат. Какой горнолыжной дисциплине Вы отдавали предпочтение, когда сами занимались спортом? Я больше всего любила слалом-гигант, потому что, наверное, сама работа мне более близка, хотя результаты у меня были лучше слалом. Спасибо за ответы и информацию о спортивной школе. Спасибо за приглашение. У нас в гостях спортсмены спортивной школы Дарья Мухаремова Здравствуйте. И Алена Пшеничная. Здравствуйте. Девочки, в каком возрасте Вы начали заниматься в спортивной школе? В 7 лет. Я начала заниматься с 5,5 лет. Так, а Вы сами выбрали горные лыжи или кто-то Вам посоветовал? Мне посоветовала близкая подруга мамы, которой очень много лет и которая сама занималась коем-нибудь лыжи. Еще раз повторюсь, мне отдали 5,5 лет, тогда я еще была маленьким ребенком, поэтому, можно сказать, посоветовали мне это родители и отдавили мне это в большой спорт. Каких результатов в спорте Вы хотели бы достичь? Я бы хотела занимать призовые места. Я бы хотела, но это пока что только мечта, может быть, достичь мастера спорта. Вы уже принимали участие в соревнованиях и в каких дисциплинах? Да, в гормонном спорте, в ГТО. Да, мы принимаем участие в соревнованиях. В каждом сезоне у нас где-то по 15-20 соревнований с лалом дисциплина и с лалом гигант. Назовите свой любимый школьный предмет, если есть. У меня особо прям любимого нет, но есть предпочтение. Я люблю литературу, информатику и английский. Мой самый любимый предмет всегда в школе был русский литератур. Трудно совмещать занятия спортом и учебу? Ну, мне это достаточно трудно, потому что очень часто совпадают какие-то соревнования с учебой, спортивные сборы, приходится постоянно договариваться с учителями. Это не особо нравится учителям, но все-таки как-то уже все смирились. Да, очень трудно совмещать в школу и спортивные тренировки, потому что тренировки могут быть в одно и то же время со школой, или какие-то сборы приходится уезжать на месяца в другие города, и потом очень сложно догонять учебу. А другие увлечения, кроме горных лыж, у Вас есть? У меня есть. Я дополнительно занимаюсь английским и для себя гимнастикой, растяжкой для мышц. У меня и нет ничего, кроме горных лыж, я никогда больше не хожу. Есть спортсмены, на которых Вы хотели бы равняться, которые служат Вам примером? Да, наши старшие служат лично для меня примером, потому что у нас есть и мастера спорта, и кандидаты мастера спорта, и как-то на них я постоянно смотрю, они, когда с нами вместе тренируются, часто нам подсказывают, как правильно что-то выполнять. Поэтому пока что только они. Да, я очень соглашаюсь равняться на своих тренировках, потому что они нам всегда говорят, как правильно делать, что надо делать. Скучали Вы по тренировкам во время самоизоляции? Я не особо скучала по тренировкам, потому что я дома сама пыталась иногда растягивать мышцы, делать упражнения на руки. Я скучала больше по общению. Да, я очень скучала, несмотря на то, что я тренировалась дома, мне было очень скучно сидеть дома, потому что очень хотелось общения. Как Вы проводите свободное время на летних каникулах? Я больше всего на каникулах. Стараюсь больше уходить на улицу, потому что надо дышать свежим воздухом, надо двигаться. У Вас есть домашние животные? У меня нет домашних животных. А какое животное Ты хотела бы завести? Я бы хотела завести собаку, чтобы с ней гулять, чтобы она время на санках катала, чтобы с ней бегать. У меня нет домашнего животного, потому что у моей мамы аллергия на шерсть. Я понимаю, что это очень большая ответственность, и вряд ли я бы пока что в таком возрасте согласилась с вами. Девочки, большое спасибо Вам за ответ и желаем Вам спортивных побед. Спасибо. Спасибо за приглашение. Много лет радует манчегорцев своими спектаклями «Кукольный театр. Маленькая страна» Манчегорского городского центра культуры. Мы беседуем с руководителем театра Ольгой Геннадьевной Натальчук. Здравствуйте. Ольга Геннадьевна, в этом году «Кукольный театр. Маленькая страна» получил звание «Народный». Что значит это событие для Вас и для коллектива? По большому счету для коллектива особо ничего не изменилось. Мы как играем в спектакли на полную мощность, так и раньше играли. То есть мы стараемся не меньше и не больше, насколько сможем. А в целом приятно, конечно, что нас все-таки признали достойными этого звания. Чтобы стать артистом театра, необходимо пройти кастинг? Кастинг – очень хорошее слово. Нет, конечно, никакого кастинга не нужно. Если хочется стать артистом нашего театра, нужно зайти к нам в зал, поздороваться и сказать «Я хочу у вас заниматься, хочу у вас играть». И я запишу вас в тетрадочку и приступим уже, собственно, к репетициям, к работе. Ну, конечно, я могу попросить прочитать стишок или рассказать о себе, просто чтобы знать, насколько человек пришел подготовленный, на что он способен, чтобы подобрать для него сразу оптимальную нагрузку. Ну и дать возможность как-то себя проявить, может быть, чему-то научить интересному и новому. Трудно ли руководить разновозрастным коллективом? Ой, это прекрасно. Разновозрастной коллектив – это просто замечательно. Старшие, они, ну, как старшие, они заботятся, они внимательные к младшим, вкусняшки им приносят. Младшие прибегают, приносят шум, веселье, беготню вокруг ширмы. Всем есть чем заняться, всем интересно. Все общаются между собой, очень душевно у нас. Практически очень семейная атмосфера на репетициях и на выступлениях. Кто делает кукол для театра? Кукол для театра делает кукольница Ирина Леонидовна Василисского. Ну, я ей, конечно, помогаю, потому что она делает все очень красиво, она знает, как правильно выкроить что-то, как украсить, очень внимательно к деталям. Ну, а я понимаю, чего я, собственно, хочу от куклы, как она должна двигаться, как у нее должен там шевелиться ротик или ручки быть устроены, или еще что-то такое. То есть техническую сторону я беру на себя. У нас с ней получается очень неплохой творческий тандем куклы, замечательный и интересный. Ольга Геннадьевна, желаем творческих успехов. Большое спасибо за ответы и за сотрудничество. Спасибо. Артисты театра не раз принимали участие в мероприятиях Мончегорской центральной библиотечной системы. Одну из них – «Библионочь» 2016. Тогда многим наверняка запомнился колоритный образ Петра I. В образе императора выступила артистка театра Татьяна Оронова. Как давно Вы в театре? В театре я уже седьмой год. Тяжело совмещать основную работу и занятия в театре? Нет, совсем не тяжело. Наоборот, это даже помогает. Отвлечься от работы, например. В принципе, увлечение всегда не помогает в жизни человека. И как-то разнообразить обычную жизнь вот эту вот повседневно. Поэтому, ну, ни капельки. Какой спектакль из репертуара театра лично Вам наиболее близок? Многоворная водица. Очень-очень близок мне. Что лично Вам интереснее? Репетиции, премьеры, игра на сцене, общение? Вообще весь процесс очень интересен. Даже не могу выделить конкретные моменты. От создания спектакля, от работы над текстом, записью, потом репетиции. Ну, всё-всё-всё интересное. Нет ничего такого прям особенного. Где бы мне хотелось участвовать, а где не хотелось. У Вас дружный коллектив? Очень дружный. Какого литературного героя Вы хотели бы сыграть? Ну, какого-нибудь морского. Русалочка, например. Спасибо за ответы. Пусть желания сбудутся. Спасибо. У нас в гостях самая молодая артистка кукольного театра Яна Посетько. Яна, кто тебя привёл в театр? Моя старшая сестра. Она сама тут раньше занималась, а сейчас уехала учиться в университет. Ты любишь играть в куклы? Да. Мне нравится показывать зрителям, как они оживают. Трудно совмещать учёбу и занятия в театре? Иногда трудно. Бывает, что я приношу с собой тетрадки на репетиции и сделаю уроки. Трудно. Среди зрителей бывают твои одноклассники или родные? Редко бывают. Иногда я могу пригласить своих одноклассников. А вообще это трудно заставлять куклу двигаться на сцене? Наверное, артисты очень устают? Ну, смотря какая кукла. Когда я была маленькой, я играла с птичками и всякими бабочками. Они были лёгкими. А сейчас я играю с большими куклами. Тогда бывает тяжело. У тебя есть любимый литературный герой? Да. Это девочка Мэри из книги Фрэнсис Бёрн и Тенис Сунисад. Большое спасибо за ответы. Мэри из книги Фрэнсис Бёрн и Тенис Сунисад. И даже увлекаться музыкой. К тому пример Иванна Горлова. Иван научится в 10-м классе в лицее. Иванна, расскажи, пожалуйста, какими видами спорта ты увлекаешься? Я занимаюсь парусно-спортом профессионально. И в прошлом году начала заниматься скейтбордингом. А когда начала вообще заниматься спортом? С какого возраста? Лет с 4-х, наверное. В бассейн маму открыла. А какие у тебя есть награды? Куда ездила на соревнования? Ну, у меня сейчас более 95, наверное, медалей. Мы с тренером ездили в разные города. Даже в Челябинск, в Сочи. Вот такие вот. Я знаю, что твоя жизнь как-то связана с музыкой. Расскажи об этом поподробнее. Ну, мы с ребятами собрали группу ВДК у нас. И там меня научили играть еще на нескольких инструментах. И сейчас я играю всего на 5 инструментах. А расскажи, на каких инструментах? Ну, гитара, бас-гитара, укулеле, барабаны и пианино. Ты занимаешься музыкой для себя или где-то учишься? Ну, для себя. Спасибо, Иван, и тебе за ответы. И удачи тебе во всех твоих начинаниях. Спасибо. Вокруг тебя кипит культурная и спортивная жизнь. Выбери занятие по душе. Живи ярче. Живи ярче.